Астана, Астана, привет! Привет вам из города Павлодар. Секундочку, подождёте, ладно? Секундочку, ребята, секундочку. Сына! Артём! Артём! Короче, так, где работаешь? В кафешке я работаю, кондитером. Вот. А до этого я работала в кафе «Бум». Ну, вы, наверное, знаете, потому что есть точка в Астане, в Алма-Ате, кафе «Бум». Я там работала кондитером больше года. Ушла из-за того, что много часов работала, и нужен был другой график. Меня так мама с балкона тоже там вызвала, кричала на всю улицу. У нас тут все так делают. Каждая мама, слышу, каждого своего ребёнка зовёт. «Иди кушать! Сейчас, мама!» А я вот вышла, увидела его, а он всё равно не услышал. Он там бесится, кричит. Дочь у меня с подружками гуляет. Она говорит, «Мам, можно мы одноклассницами, с одноклассниками?» Ну, я считаю, что да, я разрешила. Она пошла на Баттермолл с девочками гулять. Я считаю, что ребёнок должен почувствовать, что это праздник. Чтобы они не слышали от нас, «Ой, какая это ужасная!» «Как можно идти в эту школу?» «Как она ужасна!» Они же дети берут от нас, а не всю нашу… Сколько лет дочке? Одиннадцать дочки, а сыну восемь. Они же чувствуют всю нашу энергию. И если говорить, что всё так плохо, и такая же фигня будет в плане того, что там плохая школа, я наоборот говорю, «Да ну кайфуйте, ребята! Учитесь, получайте знания, кайфуйте!» Потом, когда вырастите, будете жалеть, будете скучать по этим школьным… по этой школьным временам. «Как губки всё впитывают!» «Да!» «Салам!» «Добрый день, красотка!» «Да!» «Вот именно!» «Они сейчас познают!» «Какая же ты красавица!» «Ей Бог!» Получается, мы… Вот дочерь завтра мы едем на гимнастику. У нас гимнастика, у сына футбол, и рисование. И всё это они добровольно решили, дети. Не было у нас добровольно-принудительно, было «Мама, я хочу!» «Мама, я не могу без этого!» «Мама, мне это нравится безумно!» «Мама, пожалуйста, только можно не пропускать!» Бывают такие моменты, у меня выходной… Спортивная секция, надеюсь, бесплатно. Художка и футбольная секция бесплатно. Это на программе. У нас есть в интернете, есть программа такая… Вы очень красивые, спасибо! Есть программа такая, до 16 лет детей бесплатно записывается. Но, к сожалению, гимнастика… Мы стоим на 19-й в очереди, поэтому пока… Ну, мы просто, видите, мы уже давно ходим на гимнастику, то есть доча… Платно. 10 тысяч в месяц мы платим. Твое лицо очень красивое, спасибо! Мы платим 10 тысяч тенге в месяц, и два раза в субботу и воскресенье на гимнастику ездим. Очень далеко от нашего дома. Вот. Мы на автобусе ездим, потому что если папа дома, то на машине. Вот. И получается мы… Я действительно восхищаюсь красотой твоего прекрасного лица. Хорошо, спасибо. Вот. И получается мы стоим в очереди. 10 тысяч – это много для вас? Ну, ты знаешь, 10 тысяч тенге – это нормально. Но, учитывая ежемесячный платёж кредита 200 и 125 тысяч квартира, считайте… Вот. Да, у меня просто в очереди, доча, в очереди. Уже 19-е. Мы ждём, когда придёт очередь. Сына у меня на футбол ходит по-бесплатному, а если бы не было бы платно, то мы бы платили около 25 тысяч для занятия. И вот. Спасибо большое. Поэтому мы в очереди. Уже 19-е. Это уже почти чуть-чуть осталось, и тогда она уже будет ходить по-бесплатному. А пока что мы платим 10 тысяч. Потому что, если я скажу, что я не буду платить, она будет плакать очень сильно. «Кристина, привет! Зайка, привет!» Просто она очень будет сильно плакать, потому что она уже сегодня вечером заведёт будильник, и утром будет меня будить и говорит «Мам, мама гимнастика, я не хочу пропускать». «Мама гимнастика». Сейчас я вам покажу. мячик это вот они делают вот так так ну там вот и вот для занятия это мячик для этот для гимнастики вот а у сына получается вот он на футбол ходит вот как-то так ну это опять же говорю это не я их заставляю ребята если кто-то из вас подумает что у меня гипер как это как это мой паси я сама не гимнастка сколько сына 8 лет он хочет сына быть всю жизнь футболистом он сказал что он всю жизнь будет футболистом вот а потом он откроет как он сказал он купит потом магазин и чтоб я туда ходила бесплатно покупала продукты потому что он знает как тяжело нам бывает купить заработать на продукты спасибо большое спасибо огромное вот и как-то так и поэтому у него такие планы а доча и соответственно хочет поступку кому нужны маму нужно беречь спасибо а доча доча хочет как закончить школу она хочет пойти на стоматолог стану на стоматолога пока миссия так гимнастика это для нее ну ей нравится это может быть может она будет потом всю жизнь гимнастик чисто по гимнастике может она тренером когда-то будет мы не знаем ну соответственно у нее уже есть план на будущее вот что а сына всю жизнь заниматься футболом вот как то так мы все для этого сможем делаем тяжело конечно но мы идем к этому чтобы потому что мы сами виноваты мы же детей родили мы же не спрашивали их хотят они родиться да я считаю что это мы мы ответственны за ними и многие даже говорят я слышу кстати у меня есть знакомая которая сказала что мол типа я ребенка родила я породила и когда он вырастет будет меня обеспечивать я говорю а зачем почему он тебя будет обеспечивать это ты должна его всю жизнь обеспечивать ты жива родила ты же его не спрашивала хочет он или нет ты же сама на это пошла ты ему дай образование да все вот если ты ему все это дашь если он вырастет и посчитает нужен помочь тебе я думаю что да но только не с таким условием что ребенок должен всю жизнь тебе помогать нет для меня самое главное чтобы они любили уважали меня и все остальное и главное чтобы не было образование все остальное не важно вот как то так у меня наоборот мама нас думала что типа я выйду замуж за богатого она всю жизнь этого хотела моя мама вот но я ради я вышла замуж за обычного парня нет ни у него не было ни машины на тот момент он получал 25 тысяч тенге 14 лет назад вот как то так а моя мама хотела чтобы я вышла за богатого мы у нас чуть-чуть разные мнения были вот соответственно я победила потому что любовь победила вот так так что так ребятушки давайте пойти поменяем тему тема тема вот эта тема это тема бесконечности семейная жизнь это каждого своя жизнь семейные отношения и у кого-то там понятия семейной жизни ура по-разному спасибо спасибо большое самое главное любить уважать ту семью которую ты создала и не бросать вот как-то так спасибо спасибо привет привет и гитарка спасибо 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 び спасибо конечно ребята конечно ребята видите у каждого семья negro у и